Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Протаранил автобус. Пять человек получили травмы в ДТП в Орловском районе. Рубаха, парень. Пойдем в машину, пошли, 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 пошли. Еще одна мерзость, воспаление легкие, подпали все. Замерзшего пешехода спасли очевидцы ночью на улице в 20-ти градусный мороз. Боевой арсенал. В Оречевском районе у местного жителя обнаружили целую коллекцию боеприпасов и оружия. Пять пассажиров рейсового автобуса получили травмы в ДТП под Орловом. Там грузовик «Скания» столкнулся с «Пазиком». Подробности в рубрике «Обзор аварии» материал подготовил мой коллега Сергей Пичугин. Авария произошла утром 7 февраля на 386-м километре трассы «Вятка». Водитель фуры протаранил автобус. Водитель грузового автомобиля «Скания» не справился с управлением и совершил столкновение с впереди идущим автобусом «Паз», который осуществлял пассажирскую перевозку из города Киров в город Орлов. В результате происшествия пять пассажиров автобуса получили травмы, однако госпитализации им не потребовалось. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. В селе Филиппова Кирово-Чепецкого района погиб пешеход. По предварительным данным ГИБДД, 58-летний водитель УАЗа сбил пожилую женщину, которая шла по краю дороги в попутном направлении. По факту аварии проводится проверка. В Котельническом районе в поселке Ленинская искра произошло еще одно ДТП с участием пешехода. По предварительным данным полиции, пенсионер на УАЗе сдавал задом и наехал на годовалую девочку, которую мать на санках везла перед собой. Ребенка госпитализировали. Еще один ребенок пострадал в Кирове на улице Карла Липнихта. По предварительным данным госавтоинспекции, 40-летний водитель Рено Сандер разбил 10-летнюю девочку. Она переходила дорогу по перекрестку. Ребенку медики оказали помощь. На улице Ломоносова пострадала пенсионерка. По предварительным данным ГИБДД, 59-летний водитель Фольксвагена Гольф сбил ее на пешеходном переходе. Женщину не госпитализировали. Сергей Пичугин, место происшествия. Раздетого до футболки и замерзшего пешехода встретили ночью очевидцы рядом с парком у Дворца пионеров. Мужчина, по-видимому, ушел из ночного клуба, но почему-то без верхней одежды и в 20-ти градусный мороз. Все подробности в нашей рубрике «Сводка». Пойдем машину, пошли, 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 пошли в машину, пошли. Еще замерзшие, воспаление легкие, подпадите. Замерзшего пешехода заметили ночью очевидцы. В 20-ти градусный мороз мужчина шел раздетый до футболки. Судя по специальному браслету на руке, он возвращался из ночного клуба с Юго-Запада. А заметили пешехода уже на дружбе, рядом с парком у Дворца пионеров. Бедолагу довезли на машине до дома на Чапаева, проводили до подъезда и до квартиры. В деревне Кучелапы Оречевского района специалисты ОМОН на Росгвардии у местного жителя нашли целый арсенал оружия. В доме коллекционера обнаружили и изъяли две винтовки Мосина, два ППШ, 500 патронов, 7 гранат, тротиловую шашку, порох, наган и ракетницу. Часть оружия оказалась рабочей, но мужчину завели уголовное дело. В Кирове разыскивают очевидцев аварии, которая произошла 7 февраля утром на перекрестке улиц Московская и Студенческого проезда. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, очевидцев просят звонить по телефону. Алина Котрихова, Место происшествия. Сейчас прервемся на короткую рекламу, она пройдет быстро, не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Убила и закопала. До последнего удара мужчина был живой, после всех наших ударов он был живой. Он что-то там, может, пормотал, но непонятно, он был очень пьян, он не мог встать. В Белой Холунице арестовали девушку, которая подозревается в убийстве своего знакомого. Ехали в Советск. Во время погони пьяный водитель БМВ протаранил сугроб на улице Московской. Автосервис Союз. Сертифицированные сервисные услуги для любых марок авто. Полярные, слесарные и жестяные работы любого уровня сложности. Автозавчасти в наличии и под заказ. Автосервис Союз. Ульца Воровского, 113 или Менделеева, 2. В эфире проект Место происшествия и мы продолжаем. В Белой Холунице арестовали девушку, которая подозревается в убийстве своего знакомого. Дело было еще два года назад, летом, но вскрылось все в прямом смысле этого слова только сейчас. Все потому, что совсем недавно на берегу реки было обнаружено тело этого мужчины, которое уже превратилось в скелет. Все подробности у Алины Котриховой. В тот вечер 29-летняя Оксана пришла со своим знакомым в компанию мужчин. Те уже распивали спиртное, а она со своим другом решила присоединиться. Но что-то пошло не так, и собутыльники поссорились, обсуждая тюремное прошлое. 45-летний потерпевший как раз таки был судим. Подозреваемая схватилась за нож и воткнула в него. Ее друг посоветовал ей ударить еще раз. Сейчас с деньгами скажу, что я неправильно. Я ударила его второй раз ножом. Я не знаю, куда я попала. Сантиметров, может, на 7, воткнула нож. Возможно, я и попала в сердце. Затем гостья нанесла еще несколько ударов, но потерпевший оставался жив. До последнего удара мужчина был живой. После всех наших ударов он был живой. Он что-то там, может, пормотал, но непонятно. Он был очень пьян. Он не мог встать. После ножевых ранений мужчина скончался. На следующий день компания решила скрыть следы преступления. Они перетащили тело убитого к берегу реки и закопали. Все это время, с лета 2016 года, погибший считался пропавшим без вести до недавнего времени. Буквально неделю назад следователи и полиция обнаружили закопанный в землю скелет. Экспертиза показала, что это тело пропавшего без вести. Причастных к этому делу, в том числе и Оксану, нашли. В отношении девушки избрана мера посещения в виде заключения под стражу. Следователями проводятся следственные действия. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Если вину Оксаны докажут в суде, то она может отправиться за решетку на 15 лет. Алина Котрихова, место происшествия. Весьма насыщенно прошел Уокент у двух жителей Советска в Кирове. Сначала они громко поскандалили в ночном клубе, затем устроили дрифт на БМВ со спущенным колесом. Ну а далее классика. Водитель устроил погоню, врезался в сугроб и перепрыгнул на пассажирское сидение. Правда, такой отдых стоит дорого. Теперь ли хочу грозит уголовная статья. Подробности в сюжете Сергея Пичугина. Да, без света. Давай. Ой, заносит его. Ездить без света, устраивать занос на спущенном колесе, превышать скорость – любимое занятие пьяных водителей. А еще они любят не подчиняться требованиям инспекторов об остановке. Не подчиняется. Не остановится. Согласен. Но он на спущенном колесе. Есть и другая особенность. Иногда во время погони пьяный водитель бросает руль, прыгает на пассажирское сидение, а машина врезается в сугроб. О, в сугроб въехал. Выходи. Перелез. Я видел, видел, что он перелез. Выходи из машины. По-нормальному. В ком спусле. Выходи из машины. В ком спусле. В водителе от транспортного средства БМВ. Выходите, пожалуйста. Часто пьяные водители говорят, что за рулем ехал кто-то другой. Кто ехал? Я не ехал на машине. Я не ехал, да. Мужчина не ехала, грубо говоря. Она здесь стояла, да, какое-то время? Да? Я сзади сидел. Можете в видеосъемку с ней. А кто? А кто ехал тогда тогда? Я говорю, можете в видеосъемку с ней. Я понял. Кто ехал? Я говорю, можете в видеосъемку с ней. По словам Руслана, он спал на заднем сидении. Погоню он не заметил, как и удара с угроб. Ничего такого не туда. Она же давно остановилась. То есть вы все-таки видели, что она остановилась? Я люблю. Я чувствую, что мы не влепились никуда. То есть вы не спали, вы чувствовали. Так если бы мы врезались куда-то, мы точно бы почувствовали это. Пассажир БМВ и хороший друг Руслана Саид признался, что за рулем ехал именно Руслан. Он ехал. Он ехал, да? Который сейчас сидит вот. Все понятно. А у вас было двое в машине всего? Да, двое в машине. В сугроб ехал немножко, да? Ну да, ну можно что делать. Как выяснилось, Руслана ранее лишали прав за пьяное вождение. И теперь ему грозит уголовная ответственность. Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. На улице Карла Маркса камера зафиксировала, как снежная лавина едва не убила женщину-пешехода. Об этом и в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Карла Маркса с большой скоростью с крыши слетел снег прямо на женщину. Давайте я уточняю. Легитимизм. А политическая тюрия западная еб... На повторе видно, что женщина отделалась с легким испугом. На привокзальной площади автобус не смог подняться в горку и въехал в автокран. После удара водитель автобуса объехал автокран и продолжил путь задним ходом. На улице Четвертой Пятилетки владелец регистратора был в шоке от автолюбителей, которые бросили свои машины на дороге. Вот чё это за хуйня? Где там хуйня? Что это за хуйня? Козлина хуйня. Вадь тоже напротив остановки встал хуйня. Чё за хуйня? Кто-то вообще на пешеходнике стоит хуйня? Варись. В Новоавиатском районе пешеход вышел под колеса машины с камерой. На улице Ломоносова водитель Ларгуса выехал на главную дорогу и едва не попал в ДТП. На улице Воровского нарушитель на Ниве подрезал владельца регистратора. На улице Преображенской водитель Гранты передумал ехать налево и чуть не спровоцировал аварию с девяткой. Михаил Вагин. Место происшествия. На этом всё. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или на любительскую видеокамеру, присылайте своё видео на наш электронный ящик. mpkirovsobakoinbox.ru Пишите к нам в группу ВКонтакте «Место происшествия Киров», а также звоните и сообщайте информацию по телефону 47-33-02. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте «Место происшествия Киров». В студии для вас работал Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны. И увидимся на Первом городском. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok